Как всегда, зима в своем религии думает, Я смотрю на сне, а как жульетно... Константина Головина жители Видного хорошо знают и любят. Он из династии музыкантов. Дед в свое время играл на балалайке. Отец прекрасно владеет аккордеоном, является автором ряда произведений. Головин-младший первые музыкальные навыки получил, занимаясь в Русском народном оркестре под управлением профессора Владимира Глейхмана. В следующем году отмечаю 30 лет своей творческой деятельности. Какова тема сегодняшнего концерта? Тема сегодня, я бы назвал так, сплошная лирика. Посмотрите, что в мире творится, сколько войн, сколько вообще зла вокруг. Поэтому я решил в противовес всему этому сегодня попеть лирических песен и внести свой вклад в борьбу света с тьмой. Мне нравится его ряд, целый ряд удачных песен по гармонии, по мелодии. Они запоминаются. А вот наше поколение как раз выросло на таких песнях, которые имеют смысл большой, я имею в виду текст песен. У Константина Головина на сегодняшний день более 150 песен, которые вошли в популярные альбомы. Им самим записано три авторских. Я познакомилась с его творчеством в интернете изначально. А затем стала посещать его концерты в Москве, иногда в Видном, когда он их давал. И вот сегодня приехала специально. Очень необычные его песни, очень глубокие, наполненные смыслом, искренние. И они одухотворенные. Я была ученицей музыкальной школы, и он давал там свои концерты. Творчество Константина все так же мне нравится. Я слежу иногда и прослушиваю, и даже рассказываю своим друзьям и товарищам, что в нашем городе есть такой талантливый человек, который пишет такие песни. На любую войну не пить, рукопашный, и в танке не горел. И было очень страшно попасть под отстрел. Это патриотическая песня, в которой нет пафоса. Она рассказывает о простом русском солдате. Это произведение высоко оценил учитель и наставник Головина Владимир Глейхман. Великолепная песня, потому что здесь очень нестандартный подход к словам, к смыслу этой песни. Это олицетворение всех солдат, олицетворение всей российской армии, всего российского народа.